Всем привет, вы на канале час ремонта! Сегодня у нас на обзоре лучшие автомобильные компрессоры для легковых машин и внедорожников. При составлении подборки учитывались технические характеристики, особенности производства, отзывы пользователей и другие важные показатели. По ссылкам в описании вы сможете подробнее ознакомиться с каждым участником топа и узнать актуальные цены. А мы начинаем! Начнем обзор с Berkut R15, надежного и производительного компрессора, который можно смело покупать для легковых автомобилей, внедорожников и даже коммерческого транспорта. Сетевой кабель подключается через гнездо прикуривателя автомобиля. Компрессор рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 30 до плюс 80 градусов, что гарантирует стабильную работу независимо от погодных условий. При этом необходимо учитывать высокий показатель времени непрерывной работы модели, которая составляет полчаса. Компрессор оснащен насосом поршневого типа, который абсолютно не нуждается в обслуживании в процессе эксплуатации. Рабочий цилиндр из прочного алюминиевого сплава и фторопластовое поршневое кольцо обеспечивает продолжительный срок службы аппарата. В качестве привода используется электрический двигатель на постоянных магнитах со встроенной защитой от перегрева. Большой манометр позволяет контролировать процесс накачки шин, а специальный спускной клапан-дефлейтер позволяет точно регулировать давление. Компрессор поставляется в прочной и удобной сумке для хранения и транспортировки вместе с набором дополнительных штуцеров для накачивания резиновых лодок, матрацев, мячей, детских игрушек и велосипедных шин. Xiaomi Air Compressor – аппарат от известного китайского производителя, который предлагает интересные решения для различных сфер деятельности. Автомобильный компрессор заслужил положительные оценки не только у фанатов данного бренда, что достаточно просто объяснить. Компрессор отличается высоким качеством сборки и надежностью конструкции, основу которой составляет прочный металлический корпус. Он обеспечивает защиту от механических нагрузок, а потому отлично справляется с работой в сложных дорожных условиях. В корпус встроенный кабель питания для подключения, прикуриватель автомобиля и резиновый шланг для накачки шин. Для переноски аппарата имеется удобная тканевая ручка. В плане привода производитель решил пойти по проверенному пути и установил надежный электрический двигатель на постоянных магнитах, позаботившись о наличии элементов подавления шума и вибрации. Преимуществам необходимо отнести удобную сенсорную панель управления и световой дисплей, на котором отображаются рабочие параметры в процессе эксплуатации. Модель рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 20 до плюс 70 градусов. Активная система охлаждения обеспечивает большой интервал непрерывной работы. Компрессор поставляется в картонной упаковке вместе с тремя дополнительными переходниками и инструкцией по эксплуатации на разных языках. Что думаете о качестве данного компрессора? Делитесь своими мыслями в комментариях. ABS-KA580 – производительная модель от известной российской компании, которая специализируется на производстве и реализации автомобильных аксессуаров, изготовленных преимущественно на китайских производственных площадках. Модель для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Компрессор подключается к бортовой сети через прикуриватель. Для нормальной работы аппарату необходимо постоянное напряжение 12 вольт. К преимуществам аппарата можно отнести простоту и надежность компрессора, он абсолютно не нуждается во вмешательстве человека. Как и любому другому электрическому инструменту, компрессору периодически требуются перерывы. Данная модель способна проработать полчаса, этого вполне достаточно, чтобы полностью накачать колеса практически любого автомобиля. Для контроля уровня давления имеется большой и удобный манометр. В процессе выполнения работ производитель рекомендует оставлять двигатель автомобиля включенным во избежание разряда аккумулятора. Комплект поставки компрессора включает в себя набор насадок, а также сумку для хранения и транспортировки. Хочешь узнать стоимость данного автомобильного компрессора? Тогда загляни в описание под видео, там я оставил ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. Агрессор AGR50L – мощный автомобильный компрессор, который отличается высокой производительностью, что позволяет использовать его для накачки шин любых легковых автомобилей и внедорожников. Модель подключается непосредственно к клеммам аккумулятора, что позволяет не перегружать бортовую сеть автомобиля. Аппарат рассчитан на 30 минут непрерывной работы. Как показывает практика, этого хватит для накачки полностью спущенных шин любого легкового автомобиля. Для точной регулировки давления имеется перепускной клапан. Главное преимущество компрессора – мощная светодиодная подсветка, которая может работать в режиме фонаря или с аварийной сигнализацией в зависимости от потребностей владельца. В качестве смазки подвижных элементов и пар трения используется специальное силиконовое масло. Оно не требует замены на протяжении всего срока службы. Приводом служит надежный электрический двигатель со встроенной защитой от перегрева. Поршень и уплотнитель выполнены из жаропрочного тефлона. На воздухозаборнике установлен специальный фильтр, который улавливает пыль и механические частицы, увеличивая срок службы поршневой группы. В комплект поставки входит сам компрессор, сумка для хранения, шланг-удлинитель с манометром, набор переходников, а также инструкция по эксплуатации. Интересует стоимость этого автомобильного компрессора, тогда загляни в описание под видео, там я оставил ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. AirLine X3 – оптимальное решение для владельцев легковых автомобилей, нуждающихся в надежном и недорогом компрессоре. Производительный аппарат накачивает полностью спущенные колеса 14-го диаметра всего за 2 минуты. Это отличный результат для компрессоров данного класса. Подключение к бортовой сети автомобиля осуществляется через прикуриватель. Модель оснащена качественными проводами, которые не теряют эластичность с понижением температуры. Это позволяет спокойно использовать компрессор по назначению в любую погоду. Поршень и цилиндр изготовлены из металла повышенной прочности, что обеспечивает внушительный рабочий ресурс аппарата. Единственное замечание к модели – стрелочный манометр, показания которого не всегда близки к истине. И это не говоря о компактных размерах самого манометра. Также следует обратить внимание на отсутствие отсека для сетевого шнура. После работы его придется наматывать прямо на корпус компрессора, что не совсем удобно. А узнать стоимость этого автомобильного компрессора, а также других участников данного топа, как я уже говорил, можно на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании к этому видео. Hyundai HY1535 – доступный автомобильный компрессор от известного корейского бренда. Однако не стоит слишком обольщаться, учитывая стоимость модели, сборку проводили силами китайских специалистов. Несмотря на это, компрессор получился достаточно хорошим, он выделяется среди аналогичных аппаратов лаконичным дизайном и отличными функциональными возможностями. Модель легко справляется с колесами легковых автомобилей и внедорожников, не говоря уже о велосипедах, мотоциклах и резиновых лодках. В отличие от большинства других аппаратов бюджетного сегмента здесь конструкции предусмотрено место для хранения и воздушного шланга. Это позволит поддерживать багажное отделение в порядке. К преимуществам следует отнести и большой срок гарантии от производителя. Некоторым водителям не нравится закрытый корпус, они утверждают, что такая форма плохо отводит тепло, повышая вероятность перегрева. Однако не будем забывать, что аппарат и не рассчитан на работу с колесами грузовых автомобилей. И завершает сегодняшний выпуск качок К-50 лет. Предельно простой в эксплуатации компрессор, который пригодится владельцам легковых автомобилей. Конструкция аппарата не отличается от аналогичных инструментов. Электрический двигатель работает в паре с поршневым компрессором, который достаточно быстро накачивает колеса. Подключение к сети осуществляется с помощью прикуривателя. К преимуществам конструкции необходимо отнести яркий встроенный фонарь, он обеспечивает отличную видимость рабочего пространства, позволяя спокойно пользоваться компрессором даже в условиях недостаточного освещения. Простота и надежность конструкции обеспечивают продолжительный срок службы. Главные недостатки модели – высокий уровень шума и вибрации. Ну и, конечно, главная проблема дешевых компрессоров – плохо читаемый манометр, установленный по принципу «лишь бы был». На этом у меня все. Напомню, ссылки на автомобильные компрессоры для легковых автомобилей и внедорожников находятся в описании. Ставь лайк, если мой обзор оказался полезным, в комментариях пишите, какая модель вам понравилась больше всего. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok